Причиной крушения российского самолета в небе над Египтом стал теракт. Об этом глава ФСБ Александр Бортников доложил по итогам проведенного расследования Владимиру Путину. Накануне поздно вечером президент собрал на специальном совещании руководителей силовых структур. На нем же глава государства распорядился увеличить интенсивность ударов российских вооруженных сил по позициям боевиков в Сирии. И вот незадолго до нашего эфира Владимир Путин прибыл в Центр национальной обороны, где ему представили доклад о первых сутках усиленной операции. В Центр на Фрунзенской набережной стекается вся информация. Оттуда происходит оперативное руководство вооруженными силами. Подробности мы узнаем у нашего корреспондента Тимура Сиразиева. Он на прямой связи. Тимур, вам слово. Здравствуйте. Владимир Путин приехал в Министерство обороны около часа назад. Общение происходило в Национальном центре управления обороны, откуда координируются действия всех военных. И в частности, как вы правильно сказали, откуда координируется наша операция в Сирии. Также на связи были авиабазы в Энгельсе, в Моздоке и крейсер Москва, который сейчас находится в Средиземном море. В связи с подтверждением информации о том, что на борту Airbus A321 в Египте был совершен теракт, президент считает необходимым усилить удары по позициям боевиков ИГИЛ, запрещенные в России, в Сирии. И, как заявил сегодня, министр обороны уже разработан соответствующий план. И этим утром военные совершили первый массированный авиаудар. Впервые была применена дальняя авиация и стратегические бомбардировщики. С 5.00 до 5.30 утра по московскому времени 12 дальними бомбардировщиками Ту-22 нанесены удары по объектам террористической организации ИГИЛ в провинциях Рака и Дейр-Изор. С 9.00 до 9.40 стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95 МС произведены пуски 34-х крылатых ракет воздушного базирования по целям боевиков в провинциях Алеппо и ИДЛИП. Все удары наносятся по заранее разведанным целям. Наряду с увеличением интенсивности боевых вылетов авиации с авиабазы Хмеймим в Сирии планом предусматривается дополнительный привлечь к нанесению ударов с территории Российской Федерации 25 самолетов дальней авиации, 8 перспективных бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27СМ. В целях повышения оперативности вскрытия объектов противника и точности определения координат целей продолжается усиление космической разведки территории Ближневосточного региона. Как было сказано на этом совещании, Москва заранее предупредила США о предстоящей ракетной атаке в соответствии с соглашением о безопасности полетов. Также президенту доложили об общих итогах всей операции. С 30 сентября было сделано 2229 вылетов, уничтожено более 4000 объектов террористов. В основном это базы, склады ГСМ и оружие. На связь с центром также вышел и капитан крейсера «Москва», который сейчас находится в Средиземном море. И этот крейсер обеспечивает поддержку авиаударам. В настоящее время гвардейский ракетный крейсер «Москва» в назначенном районе осуществляет контроль за воздушной, надводной и подводной обстановкой для создания благоприятных условий действий сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вооружение и технические средства крейсеров в строю, личный состав здоров, морально-психологическое состояние экипажа высокое. Олег Леонидович, в ближайшее время в район Ваших действий подойдёт французская группа военно-морская во главе с авианосцем. Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними, как с союзниками. Начальник генерального штаба и министр обороны соответствующие указания получили. Нужно будет разработать с ними план совместных действий, как на море, так и в воздухе. Военные заявили, что все поставленные перед ними задачи будут выполнены. В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил их за службу. Выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии, вы защищаете Россию и её граждан. Хочу поблагодарить вас за службу и желаю удачи. Добавлю, что встреча длилась недолго, около 20 минут, и в эти минуты Владимир Путин уже покинул Министерство обороны. Да, спасибо, Тимур. На прямой связи был наш корреспондент Тимур Сиразиев от Центра национальной обороны. Продолжение следует...